Ну, а сначала я тебя хочу спросить, у тебя было подростковое прозвище какое-то? Потому что ты же не был Дима Бамберг тогда, наверное? Ой, блядь. Скажи, скажи. Блядь, директор. Мой лучший друг, дядя Саша Абрамов, образовал мне директор. Причем, знаешь, это такая с насмешкой, знаешь, потому что я постоянно ебал голову, а у меня, мой лучший друг, дядя Саша, это такой почти два метра, 150 килограмм, здоровый такой русский медведь, и каждый раз, когда исполнял, он с таким спокойствием это воспринимал, так типа вот этого, да. И в какой-то момент, значит, у меня, типа, директор. Ну, что, ты понимал? У меня было прозвище профессор одно время, потому что я был единственный более-менее такой интеллигентик среди моих друзей-гопников, они все такие, мляфи, профессор пиздец, ну, тоже так, знаешь, с насмешкой. У меня не блистал, честно скажу, у меня хватило директора. Да. Хочу за историю. То есть, 20-летний Димон директор. Ну, вот, Димон директор 20-летний. Хорошо, что ты это сказал мне прям, как-то, картинка, короче, очень яркая получается. Проболтался один болван, знакомый, что его приятели сегодня возвращаются с Голландии. Я и мой друг Женя, и мой друг Иван, Иван, потому что он болгарин, поэтому не Иван, а Иван, вот, решили у них все это отобрать. И знали, когда они приедут, приходим к ним домой. Об этом можно уже рассказывать. Да, это уже настолько все давно было. Приезжаем. Я захожу в подъезд, стучу в дверь. Тишина. А я знаю, что не там. Стучу в дверь, а там один тип, которого я знаю, Никки. Такой мелкий скейтер. Например, мой одногодка, мне на тот момент уже было лет, наверное, 20, 22, я не помню точно. А Никки тогда было лет 19. Говорю, Никки, ты сейчас встанешь и откроешь мне дверь. Потому что ты знаешь, что будет, если ты это не сделаешь. И ты слышишь изнутри голоса. Ну, что мне делать, возле? И Никки действительно подходит и откроет мне дверь. Мы заходим вовнутрь. В квартиру сидят человек шесть, типичные немецкие болваны, скейтеры, рейверы. Это обычные какие-то, блядь, ложки. Я захожу и говорю, ребят, а нет, сначала какие-то девчонки начинают орать. Я смотрю на одну и говорю, ты дура, что ты орешь? Хочешь ментов вызвать? На телефон, вызывай. Говорю, только кому, что прилетит сейчас? Нам за то, что мы вам по морде хотели дать? Или вам? Учитывая, сколько у вас в квартире. И она замолчит. Тут же молчит. А пацаны понимают, что она сейчас как бы проболталась. Так с реанкиров. Я начинаю это рассказывать. Говорю, ребят, смотрите, вы сейчас нам все отдаете, и мы уходим. По-мирному, без каких-то там шума, без ничего. Либо мы вас просто будем бить, пока вы нам это не расскажете. И все, типа молчание. А Женя стоит уже заряженный. Типа я говорю, ну давай, Женя, начинай. И Женя как будто там бьет с ноги. Там суета. Кто-то там что-то достает, кладет на стол. Я говорю, ну вы из-за этого, из-за этой ерунды в Голландию точно не поехали. И начинаем их дальше раскачивать. Не, не, правда, у нас больше ничего нет. Не пришли, там еще кто-то должен приехать. Поэтому еще, типа, мы слишком рано пришли. Вот это все. А Женя стоит мне на русском и говорит. Он смотрит вон туда, в ту сторону, типа, там, я не помню, что там было. В какую-то сторону смотрел, там то ли рюкзак, то ли что-то, где-то что-то лежало. Я такой, ну посмотри. И Женя просто идет, подымает, по-моему, то ли газету, не помню, подымает. А там целый пакет лежит. Что? Гашиш там, колеса. Всякая ерунда, короче. Вот. И они все на шухере. И я такой говорю, ну ладно, сами виноваты. Пожалуйста. И Ваня, Женя начинают их херачить. А там стоял и киевские коробки из несобранного шванера. И Женя просто берет одну за другой. Сверху по горбу они там напополам. Просто начинает, посмотрите, полный дичь. Вот придурки. Вот. В итоге я забираю это все, отламываю маленький кусочек, кладу на журнальный столик и говорю, приятного вам вечера, ребята. Это, по-моему, был единственный раз, что я именно в Бамберге, что мы в Бамберге какого-то налетели. Оказалось, что деньги этим болванам дали албанцы. Ну, клочек с собой. Вот. И начали типа сна скачать. Пытались через знакомых, что вы типа, наше тоже надо вернуть. Скорее. Мы к вам не приходили. Мы у вас ничего не брали. Шип шанон.